всех приветствую ну что давайте продолжать как-никак уже восьмая серия блин и не ждал что игра будет настолько долго так как фильм у нас идет сколько там два часа по моему час пятьдесят чем-то думаешь у нас примерно часика на 3 на 4 будет и руль а ну как есть так идем 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 ну алё я отпусти меня понял 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 так сейчас меня нет вопросов к ним не стоит их беспокоить ну раз не стоит так не стоит хорошо пошли ну и так понимаю что вот-вот и должна быть уже развязочка так добрый вечер и можно вас побеспокоить мейнгер вы так вечно вопросе как будто у меня есть выбор танк как перейти красава рук мисс лог так вы подмешали снотворное мисс лог мисс лог проснулась я хотел сообщить вам что ваша соседка мадмузель лог проснулась правда рада слышать о ней я не беспокоилась она рассказала вам что с ней произошло мисс лог видела как бы подспали снотворное к сожалению она мало ли что помнит мы нашли следы снотворного в ее чашке а поскольку вы были с ней одни когда она и пила чай кто кроме вас мог подмешать снотворное напомним что я не наливала чай в этом поезде вам следует спросить проводника или персонал на кухне мадмузель лог могла погибнуть у кого кто подмешал снотворное должно быть не грамма сочувствия другим людям доза была такой что чуть не стоил он мазель лог жизни что же я наделала я не хотела и навредить хотелось пить ее на пару часов чтобы нам хватило времени нам времени на что времени на что правильный мадам шмидт вы думаете совсем бесчувственная да приятная бедная девочка действительно бедная девочка имеет какое-то ношение к делу амстронгов так как мисс мит может быть связано с амстронами обраку не и не пару амстронов компаньонка наверно повар это правильный ответ про лен шмидт а мне говорят что у меня чутье на я не убийца простите я хотел сказать чутенна отличных поваров мы бывают поваром у семьи амстроном так ведь но да я была поваром у этой замечательной семьи простите мне нужно побыть одной чтобы прийти в себя быть иначе милая бедная девочка я дам вам побыть одной фрайн вы мне очень помогли нужно парить с другими подзрями и убедиться что я собрал все кусочки головоломки но я в принципе уже могу сказать кто это сделал ну ладно давай дождемся конца игры не все пару хотите что-нибудь выпить все так напряжены миссия фашер с удовольствием выпив оператив когда все разрешится месье бук вы прави мистер бук десерт восхитительным я рада что мы стали не стали ждать ужина верен перед блюдо вам тоже понравится этот влог смотрю вам уже лучше да я уже должна помочь у нас с расследованием вы знали кто подмешал мне снотворные корана делать выводы поварим когда вернусь не беспокойтесь пару она хороших руках на фильме месье бук немножко помоложе лет так на 40 наверно да 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 и не перестаю крыться сравнивать игру и фильм хотя не уверена что раньше вышла и райли борта либо кино тут она будет посмотреть потом добрый вечер мишель я вам не помешал кажется что-то тревожит должен сказать быть спокойным сейчас не просто конечно я понимаю особенно учитывая что в чай детектива лог подмешали снотворное прежде чем подать ей детектива бросьте мишель вы наверняка воспользовались шансом осмотрите вещи и нашли жетон счастье она проснулась и смогла нам все рассказать вскипятил воду жан зарыл чай царь я мог это сделать кто угодно вы защищаетесь обвиняяя других у вас работает связь увы нет это оптимическое напоминание о том что мне нужно заплатить за жилье и все время забываем перемещенный река замешан убийстве чай со снотворным вместо проводника в конце коридора теперь я знаю почему мне знакомы несколько человек на фотографии так это было море да по-моему или как я пьер мишель жан фошер но это же это как его посерединке с тортом держит как ее домохозяйка чикаке у которой рейта улизан так вот вот это вот рак рейта улизан нет соня амстронг сюзанна мороза она следила за девочкой так арчи эдуард арчи 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 пусть арчи будет нет сайрус фантастика мои маленькие серые клеточки меня не подвели вы отец сюзанны и мороз нянин дэйзи амстронг ваша жена умерла примите мои соболезнования что но я моя жена не надо лагать у сюзанны не ваша фамилия нет мы с матерью сюзанны развелись сюзанна взял ее фамилию миссия мишель примите мои искренние соболезнования вы потеряли жену и сюзанну эта работа я любил их на меня постоянно не было рядом три год после развода саланджи заболела сюзанна уехала увезла ее в штаты специальную клинику и устроилась няня дэйзи я понимаю вашу боль почему вы подмешали снотворный детектив у кулок от вас ничего не утаишь да многие пытались скрыть правду это эркюля павро но у них ничего не вышло да признаю я добилась натворная в чай но лишь для того чтобы она не вмешивалась чтобы мы чтобы я мог я не ожидал что снотворная так на нее подействует ей повезло и вам тоже что она осталась в живых честно говоря мне остался еще один вопрос но кажется теперь я знаю ответ так что связывает мистера хардмана имеясь и мишель так должен был стать дятем был женихом сюзанны кажется вся моя жизнь для вас открытая книга да сайрус был женихом моей дочери сайрус мне почти как сын разумеется теперь мне много яс так а можно не дергать замок пожалуйста с меня хватит пора узнать что за шум за соседней дверью пошли мы к ним их что тут происходит спрашиваем миссии хардман какая удача должен быть вас тут заперли боги тогда почему эти боги не покровительствует меня я обсуждал с мишлением притекающий кран хотел выйти но тут вы пришли не нужно выдумывать абсурд абсурдные отговорки но и правда я мишель не все рассказал вы жених его дочери сезанны моро понятно вас ведь это не удивляет нет сезанна моя единственная любовь а я не мог ее уберечь мы поссорились из-за ерунды но гордость помешала мне извиниться мы не разговаривали друг с другом связано никогда по-настоящему не любила этого нового она была она выпростила меня если бы только если бы как часто мы слышим от влюбленных в ссоре очевидно перми шери и фроля шмидт оба подмешали снотворный детективу в чай да так пора сказать ей букву то что мне удалось узнать хорошо пошли пошли расскажем вот мне все в этой игре нравится вот реально 9 из 10 наверное бы и бы поставил бы если под меня кажется что-то зависело но вот от эти вот диалоги быстрые не реально немножечко под напрягаю а так можно было по десяточку поставить так друг мой скажите что вам удалось что-нибудь узнать так на мазелок не знаю кто помешал вам снотворное про лайн шмидт и пьер мишель оба признались добавили снотворного вам в чай это вызвало передозревовку они рады что с вами все хорошо мишель помешал снотворное одному из пассажиров от имени компании я прошу вас прощения мадемуазель злок мишель ответит за это возмутительный поступок оба насчет проли шмид я была почти уверена но проводник даже не подозревала я знал что несколько человек связаны с делом амстронга пьер мишель отец сюзанны моро няненький маленький няне маленькая дейзи мистер хардман жених сюзанны что касается хильдергард шмидт то она была поваром у амстронга удивительное совпадение вам не кажется невероятно каковы шансы что столько людей связаны с этой трагедией случайно окажутся в одном том же поезде шансы такие же как у вас выиграть в лотерею друг мой я допрашивала фрайлайн шмидт значит так возможно вас узнали другие пассажиры а может она видела вас когда вы приходили в дом амстронгов теперь мне ясно что в этом запутан деле есть зацепки но который на меня навели специально в чем меня пытаться убедить убийца сел в поезд белоречитая сразу же покинул поезд некоторые собраны зацепок наводит на мысль что убийца сел в поезд на станции венковцы убил речета сразу же сошел с поезда почему вы так думаете миссии хардман рассказал меня близкоростном мужчине с высоким голосом этот человек урожал речету давайте представим надев пиджак проводник специального вагона а спального вагона этот неизвестный убил речета пока мишель был на платформе затем убийца спрятал пиджак проводника в купе декти волок и сбежал пока поезд не отъехал от станции но почему он выбрал купе декти волок и правда почему позвольте объясню все сначала так давай смотреть на 8 м 3 что у нас тут в полночь пусть останавливаться на станции до так убийца пробирается на поезд замаскировавшись под проводник к амбиций избавляться от пиджака первая шель возвращается в поезд который управляться со станции делаем вот так убийца сходит с поезда убийца пробирается на поезд избавляется так и вот так по идее на должно быть так все и было все сходится даже слишком хорошо друг мой другие доцепки ругают меня ко второе позе и потери 2 привода к версии на более вероятно убийц несколько и все они сошли все они хотели грабить речь что бизнес как и все они связаны с делом амстронга и так убийц несколько и все они связаны с делом амстронга убийца из винковцы это выдумка призвана от лишним они какой-нибудь полицейский из захолустья и думаю что его легко будет сбить с толку м мистер пара этот блок простите вы явное исключение с таким упорством искали речета несчастье для убийц им пришлось иметь дело не только с вами но я говорю это со всей скромностью с величайшим детектив в мире рекуль перо чего они так никак не могли предвидеть несколько убийц несколько детективов пару жальтесь надо мной я не понимаю кто связан с этим делом а кто нет мой бедный друг я мчусь на всех парах выдал а вы остались на платформе продолжим так то те 9 человек что связь с делом а часть виздила монстром а ну во-первых арчи бальд потом доктор потом да 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 по-любому да 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 ну вот так так раз два три четыре пять шесть семь восемь девять во 9 человек мои маленькие кастерия клеточками не подвели хотя доктор вроде бы тоже должен был быть все не связано сделано амстронга также мне известно что среди пассажиров и сестра и крестная сони амстронг это графиня андрейни и княгиня драгомирова и наконец детектив лог обнаружила то мистер фаскарелли был шофером амстронгом считает детектива лук и самого рычета то есть 12 пассажиров в вагоне 9 связано с делом амстронгом дальше пора или лучше сказать кто пора всех собрать всех даже доктора константина и персонал помимо мишеля доктор константин да он понадобится на другие свидетели нам не нужны я прослежу чтобы им было чем заняться в другом месте отлично всегда казалось что эта часть расследования напоминает момент когда роден представил и тела восхищенные публики это произведение искусства нет мистер пора я просто рада надеть преступника на ручки да возможно в этом есть некоторое искусство где бы вы хотели это устроить пору в вагоне ресторане отличная мысль тогда я соберу всех пассажиров в вагоне ресторане так а мы где наш вроде вагоне ресторане так отправлять из вагон ресторан по моему не сюда по моему по моему другую сторону здесь по моему и здесь для для багажа да да то для багажа так не знаю надо заходить не надо заходить к нему ну пошлите уже скажем им что мы подозреваем всех девять человек таки этот вагон ресторан мисси бук работники поезда сейчас своем купе да значит можно начинать последний акт дамы и господа я собрал вас здесь чтобы рассказать о том как был убит сэмуэль рэчет также известен как кассете есть даже не одна на две версии прошедшего я расскажу вам обе а потом попрошу миссия бука доктор константина выбрать из них правильную две версии мистер пора не играть ли горжусь и тем не менее ваша помощь мне понадобится ну чтож вы все знаете обстоятельства дела рэчета зарезали тело было обнаружено сегодня утром известно что в 037 он был еще жив так как в это время разговаривал с проводником через дверь часы речи то были разбиты и остановились на четверти второго осмотрев тело доктор константин определил что смерть наступила между полуночью и двумя часами ночи как вы знаете в половину первого ночи поезд застрял в снегу после этого никто не смог покинуть поезд мой первый поезд такова то чьи нападение ждал рэчет сел на поезд на станции винковцы задев дверь который оставил открытый капитан амбертон и миссия мукин вышедший на платформу представлен был одет в пиджак проводником который он накинул поверх своей одежды и имел при себе ключ который позволил ему попасть купоречь там несмотря на запертую дверь рэчет и был под действием снотворного убийца впал вниз не с чего вниз не сестовство блять он пошел из купе через дверь идущий купе мадам хаббард это так ужасно меня напугало по пути преступник сбросил нож сумку мадам хаббард и не заметил что у него оторвалась пуговица после этого он вышел из купе в коридор убийца спрятал пиджак в чемодане детектива лог чтобы навлечь на нее подозрева подозрением а спускаю несколько минут так став своей одежде он покинул поезд перед тем как тут отправился со станции выйдя также как и зашел через дверь возле вагона ресторана такая моя первая гипотеза но есть вторая однако сперва нужно выяснить мотив преступления почему рэчета убили мотив очевидно конечно это месть ничего не было украдено и мы знаем что у рэчета было много врагов это был тщательно спланированное убийство мотивом стало похищение убийство маленькой дэйзи амстронг при так причинившая столько страданий и и семи близким даже после того как полиция обвинила во всем сиану мару остались вопросы дати влог поддерживал расследование и другие тоже эти люди убедили что преступник остался безнаказанным теперь мы знаем кто настоящий убийца дэйзи так сейчас секунду секундочку ребят ты а кто убийца дэйзи рэчет теперь ясно что убийца дэйзи рэчет также известны как кассете но конечно но из вас давно это знали очевидно что 12 ударов ножом не случайное число доктор кассетин установил что некоторые раны были нанесены правшой а некоторые левшой некоторые раны были глубокими из них несколько смертельных при этом другие раны были на не более царапины в чем причина подробных несоответствий ответьте очевидно число долларов и тебе скрытый смысл так сейчас мы символе продолжим шапоги подожди подожди так возраст дэйзи суд присяжных что смолит для нас по моему возраст дэйзи да не а у три годика был он до суд присяжных вот 12 ударов 12 столько же сколько присяжных в эрвенканском суде и не просто 12 присяжных вынесешь их смертельный приговор а 12 палачей самопрозглашенные присяжные подумали все свои действия но не ожидали снега снега лавины перекрывший поезд путь так также присутствие не одного а целых двух таких в поезде пришлось импровизировать придумать ложные зацепки красное кимоно разбитые часы все подряд так женщина красным киноно но не существует не знаю кто из пассажиров и изображал да это и не важно это был спектакль разыгранная сцена чей целью было предоставить еще одного подозревания запутать дело стрелки на разбитых часах речета были передвинуты специально чтобы скрыть время убийства так жидкость литвана сигареты указывала на капитана арбентона однако у него была железная либе подтверждающая месье макуинином это снимала подозрение каст подозрение с капитана пиджак проводника найденный чемодане битка волок положил туда лишь для того чтобы бросить на нее тень все ложные зацепки предназначались мне но ведь я пару я обо всем догадался это дело рук отнюдь ни одного человека пришло время назвать преступников начнем с детектива лог детский влог ударила ножом речь то я думаю что то я думаю что это был правильный ответ не нет что снимает подозрение она полицейский тюкеве никто не видел во время преступления была под действием снотворного так пиджак проводника оставлен чемодане дикте волок должен был быть навлечь на нее подозрение но она не притворялась что выпила снотворное доктор констерин может подтвердить что из-за чая со снотворным она была без сознания несколько часов два раза и становилась хуже перейдем к себе макуин когда я рассказал ему про кассете ману чего не удивился что я сумел найти связь между ним и делом манстронов он сказал но я думал мы думаю он хотел сказать и думаю мы избавились от зацепок я думал мы уже арестовали убийцу вам казалось что вы не оставили никаких зацепов которые могли бы связать это убийство с похищение амстром более того вы пытались убедить меня что речет не говорил по-французски знаешь что я слышал как чей-то голос произнес фразу купе речи там думаю да так разворная фотография его отец работа секретарем речи ты его отец думаю вам понравилось вести меня ложную следу вам удалось не досадить но вы сами сказали что ваш отец окружный прокурор который занимался делом амстронгов это дело не давало покоя моему отцу сперва он поверил что сюзанна моро помогла самому боепроду но похитит дэзи хотя многие вопросы оставались без ответа одна женщина которая служила в полиции продолжил находить несоответствия но их было недостаточно чтобы возобновить расследование эта женщина здесь здесь ее зовут джоанна лок так расскажите ему расскажите как в итоге мой отец вам поверил он ушел в оставку с любимой работы считаю себя виновным в том что этот монстр остался на свободе отец умер совсем молодым он был сломлен потерял веру в правосудие и в этом виноват речет ладурю вас за честность мистер маквейн ваш отец еще одна жертва человеком назвавший себя речет там теперь перейдем камер герри камер генеру каких тут слова сложно да так что доказывает причастность работа камер генера боль снотворная речета речет чувствовал опасность естественный собирался спать мы дали ему снотворное без его ведома когда он уснул вы могли спокойно сделать то что задумали сэр я расскажу вам правду во время войны я был адъютантом полковника амстонгом а потом работал у него камер диннером вы сегодня утром я вас то там я знаю что поступил неправильно это все что вы хотите сказать это все сэр а теперь прошу заглянуть под каждый подозрительный камень перейдем к месье буку что я подозреваемый бук наносил я думаю что да осторожно пауру бука может случиться сердечный приступ ладно так он директор компании спального вагона нашел для меня место в поезде так бук друг мой конечно не виновны вы сделали все чтобы ваши сил чтобы я сел на этот пояс разве не было бы безуми с вашей стороны я говорю это совсем со всей скромностью сделать лучшего в мире детектива свидетелем своего преступления а как же наша дружба это не считается конечно считается но убийца может прикрываться чем угодно и дружбой в том числе теперь перейдем к нашему службому проводнику пьеру мишель да я думаю что да так он проводник поезда нотец мисс мара нет этого мотива доказательства ладно подмешал так признав что подмешал снотворный дать его лог вы сразу попали под подозрением более того убийца не мог произойти без ваши пройти без вашей помощи убийство стало возможным благодаря вашему знанию распорядка дня в поезде а ваше место в коридоре вагоне позволило вам обвесечь надежной альбе нескольким пассажирам что же до мотива Сюзан Моро несчастная няня Дэнзи Амстрон окончила собой за несправедливых обвинений была вашей дочерью он получил по сослугам моя бедная дочь наконец отомщена моя Сюзанна моей девочкой перейдем к мистеру хардману одному из трех детективов в этом поезде так что доказывает причастность он детектив показания знаешь детектив со мной согласиться если скажу а тут не знаю тут придется отвергать он царла профессия но его нанял ретчет зачем ему убивать человека который нанял его для защиты месье хардман я думал вы действительно детектив но ретчет вас не нанимал согласно вашу амблеву следили за коридором чтобы защитить ретчета но конечно вы этого не делали вы защищали пьера мишеля однако мы только что узнали что его алиби ложное я не знаю ничего про проводника вы жених сузанны а значит у вас был и силой мотив наказать ретчетом вы применили навык детектива так же как и детектив лог вы следили ретчета и накатист отомстили за смерть любимой я это правда мистер поуру у меня и правда есть кое-какие навыки детектива я в этом не сомневался и теперь фролейн шмидт служила с душой и правдой да так блин как же тяжело читать быстро текст заложенным носом попробуйте как-нибудь это просто жесть так я думаю что да так она солга насчет платка на помощница княги на она подмешала с натурами из лог пройдем это вы сказали что вы сожалеете о том что подмешали снотвор на детективу лог я верю вашу искренность однако вы были повером амстронга непосредственно свидетельницей череды трагедии убийство дейзи смерти сони амстронг при родах и наконец-то самоубийство сюзанны и джоан амстронга на доля этой несчастья сетьми выпало сильно много до приступки заслужил смерти перейдем графини андрей не мне поразилось какой серьезностью и муж поклялся что она не выходила с купе в ночь убийства стоит ли в это верить пусть это кажется логичным но еще не так просто думаю графинию ладно ладно так она сестра сони амстронг против это показывает что у нее есть мотив для убийства так для убийства на слабо физически да ну окей я в чем-то другом морально не способна убийство графини андрей не вы сестра сони амстронг и у вас были серьезные причины желать смерти но вы не нашли в себе сил зарезать другого человека хотя он и причинил столько горя вашей семье ночь убийства вы просто приняли снотворное какая ирония в купе неподалеку спал дозати в лог и тоже под действием снотворного когда вы проснулись вы думали что кошмар закончился рудольф тише любовь моя тише замечательно я как раз собираюсь перейти к вам граф андре не так ему не понравилось его лицо он сделал это место мисс андре не 12 человек суд присяжных всем вам было важно это число если рафини андре не не стала наносить речит удар кто-то должен был занять ее место а выиграв любимый муж я заметил как сильно вы любите жену и хотите ее защитить хватит я готов на все ради хелены на все даже на такое надо дам даже на такое придем кисть я вас коррели расследование мисс лог дакте блог выяснила чтобы были шофером амстронгов что вы собирались ехать тем же поездом что и речит поэтому она тоже решила найти билет к сожалению ей не удалось предозрить убийство язык проглотили мистер фоскарели дейзи она наполняла мой дом радостью она называла меня тонью и она она любила залезать машину и притворяться что рулит вместо меня а вы ман мазель ольсон защитница иммигрантов достойное призвание я думаю на так что это доказывает т.к. алиби она содержит колда мисс хамбард мазель осина вы подтвердили историю мадам хобарт вообще колди надбери в соседнем купе история несостоятельности которые я позже доказал значит вы намеренно солгали мне как солгали о перемешании мадемуазель деббингем прекратите с меня хватит я знаю чего вы от меня хотите мистер повару так и быть я все расскажу маленькая дэзи была настоящим ангелом все затерпеливо ждала пока я отрабатывала ей обратила ей 6 там было было для меня это было просто работа дэзи была лучиком света в темноте память об этой малышке я помогаю детям которые лишились всего благодарю мадемуазель ольсон вы тоже провели свет на тайну так и такая не то что мы брат обрабатывали раны наверно да так она была не они дэзи она была мити на медсестрой иначе раны обрабатывала были медсестрой дэймси амстрон больше меня нет к вам вопросов достаточно того что признали правду какое она мне известно идем дальше доктор константин подарите меня я не знаю никого из этих людей как и речь это я давал клятву помогать людям а не убивать их я думаю думаю что нет ладно жмем да нет пару ну вот надо было проверить так познём доктора его помощь расследования константин конечно хорошо помог мне расследование это не знаю что он не виновен показанием бука вы один из немногих присутствующие здесь то никак не связано с делом амстронга более того ваше алиби подтвердил миссии бук я ему я готов дарить свою жизнь я очень рад это слышать друг мой а теперь придем к мазель дебенхэм и капитану арбентону чьи связи я не сомневаюсь того момента как осмотрел номер капитана в отеле на как вы смеете смею приз так мы собираемся пожениться поздравляем но хотел бы поварить о ваших отношениях джоном амстроном так повар брат водители солдаты любовник а было открыться неожиданно и приятно капитан марат но вы служили в армии вместе с джоном амстроном чего не понимаю так это почему в вашем возрасте вы всего лишь капитан казалось бы вы тоже должны быть уже полковником вы когда не были на войне война привела меня в англию значит вы знаете что это такое крики смерть ошибки не получил разве данные которые оказались ложными и отправил патруль на смерть хорошие были люди смелые и не погибли зря на военном сидеть джон дал показания я не полковник потому что я этого не заслуживаю болван но я хотя бы не в тюрьме джон был моим лучшим другом и остался им пока он не пока не вот теперь вы знаете мою историю теперь вы понимаете арчи пожалуйста успокойся ты права мэри не знаю что ты во мне нашла арчи я нашла в тебе тоже что и джон мы деббингем простите моя очередь да боюсь что да и вас больно не просто разгадать я не понимаю что все за два семей амстронга но потом я вспомнил как вы сейчас а кем вы сейчас работаете так я не учительница по моему учительница до английского по моему начало он были учительницей хелена по моему двоих елены были учительниц хелены андре не которую звали хелена goldenberg для того как она вышла замуж за графа андре не да это правда зачем не лагать набрыг была прекрасно учительницы учеником было прекрасным капитан арбинтон ударила речь-то ножом думаю да жидкость он военные нет показаниями мистера маккуина вас был одной из самых надежных алиби благодаря мистеру маккуина но 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 растаяло как снег на солнце раз алиби больше нету или может у вас еще одну что же до вас мадемуазаль деббингем я думаю что нет не думаю что это был правильный ответ все серьезно ну ладно так показания мисс ольсен арбинтон близко с кем-то кто замешан убийстве так что она виновна хорошо показания мисс ольсен ваше алиби могла подтвердить только мазель ольсен думаю вы понимаете в каком положении прекрасный мистер пару вы довольны скоро буду теперь перейдем к крестной сони амстронг княгини драгомировая так я думаю что да и она левша и не драгомировая сперва я не включила список подозреваемых учитывая ваше положение в обществе и лишилась его положения в обществе когда покинула одну из чего-то того против того зачем отказывать людям в такой возможности пусть им будет что рассказывать друзей ощутить его обеспечивал мне хороший столик лучших ресторанах и не простите я тоже должен пить вашу немощь это не мешает мне быть сильным когда требуется действительно гораздо важнее то что вы единственный левша в поезде а единственная рана нанесенная речету левшой была простите совсем не глубокой боюсь я уже знаю что алиби который у вас фрайл и шмидт одно на двоих ложное в очень скрупулезное сэр позвольте сказать мы с вами очень похожи и опольщен наконец-то мисс хаббард а точнее так соня амстронг линда на самом деле зовут соням сонг ну явно не соня амстронг давайте нажмем линда арден линда арден если бы книги не драмирование рассказала мне что связывает ее со знаменитой актрисой я бы не догадался замечательная актриса мадам прекрасно срали роль волочной женщины зацикленной на самой себе я бы ни за что не долгался что это лишь игра столько с вашей связи с амстронг то здесь все очевидно сестра мисс драмировой тетя мисс а тут я уже не помню майндейзи крестная по моему мать но так мать соня мать соня мисс хаббард вы мать сони амстронг и миссис андре не миссис андре не думаю да линда андре не близ за скретчет косметичка линда андре на то что марха на самом деле линда андре окей да 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 я понял все давай как долго ты это делаешь нам нужны весомые доказательства хорошо близ за скретчету косметичка мадам храм вы действительно выдающая актриса подумали как а мы подумали как свой присыл такие сценарии убийства это дело словно мозаика где каждый играет отведенную роль все было столь тщательно продумано что упади подозрение на одного свидетеля остальных подтвердили бы его невиновность мы запутали дело план был продуман до мелочей но вы не предполагали что на в поезде окажемся мы с детективом лог и что на убийство поезд застрянет в снегу вам пришлось импровизировать но ведь актрисы не понаслышке знают что такое импровизация так бы придумали историю про то что щеколду на двери ведущей в купе речи то не было видно из-за косметички не сюда хотел сыграть в комедиях косметической вышло глупо и это показало как важно не напрягаться вы все знаете мистер поро вы удивительный человек но вы даже не представляете кого нам было в тот ужасный день я была вне себя от горя как и слуги тогда мы решили что смертельный приговор который избежал речи должен быть исполнен у нас было 12 точнее 11 отец сезона был конечно же во франции сначала мы хотели бросить жеребий но в итоге остановись на этом варианте его предложил водитель антонио позже мэри обсудила все талии с гектором мы долго работали над планом для начала нужно было высадить речи а выследить речи в конце конце хардман это далось затем нужно было чтобы эдвард и гектор так устроили к ним на работу потом мы связали с отцом сезона капитан амстрон наставила что у нас должно быть 12 ему казалось что это так правильнее будет ему нравилось есть ножом но он согласился это решение так отец сезона салсился сезона была его единственной дочерью отец гектором мы знали что речи рано или поздно вернется с востока на восточном экспрессе мы считаем что пьер мишель работает проводником поэтому нам нельзя было опускать связь так муж моей дочери конечно же настал чтобы сесть на поезд гектор представил все так чтобы речи от оказался в поезде смена мишеля а потом последний момент явились вы остальное вы уже знаете мистер по учителя всех нас то вы собираетесь делать если собрать сообщить полиции можно сделать так чтобы во всем винили меня одну так дело не только в том что он виноват смерти моей дочери и ее детей однако из которых сейчас мог бы жить так рычет похищал детей и до дэйзи возможно продолжил бы заниматься тем будущем так они хорошие честные люди да я не спорю что они хорошие честные люди так вы директор направлении миссия блок что скажете по моим пару ваша первая гипотеза верно мне это очевидно предлагаю сообщить полиции меня ее доктор вы согласны конечно что касается медицинское заключением то кажется в паре мест я пришел к неверным выводам представил вам свою гипотезу имея честь сообщить что моя задача выполнена финал мы такие это сами сделали так что я могу сказать так что это так пора простите что разоблилась посреди ночи но это не может дать после первого первичного осмотра речета одна деталь не давала мне покоя и решил раз осмотреть тело и нашел рану которые перекрывала другую рану которую я не заметил нанесуя более тонким истрим лезвием то есть колотых ран не 12 а 13 12 ран на 12 присяжных 12 рана нарушила порядок что-то не сходится может один убийца нанес два удара доктор это был другой нож если одно объяснение каким каким-то образом поезд оказался 13 убийц рассказать букву дело еще не раскрыто серьезно продолжение я думал финал ходите пожалуйста о бук смотрю мы наконец-то тронулись до пути расчистили пока мы спали если все будете хорошо наберемся до венеции сегодня вечером поезд просит там несколько часов чтобы заправиться и пополнить запасы что дело с 13 убийцам вас есть какие-то идеи я думал об этом есть одна зацепка которую я выпустила из поля зрения дневники которые я нашел в сейфер и читал пометка встреча в венеции с неким лицом сам он же не приедет на встречу но времени достаточно я должен постараться прийти на эту встречу так парикмахерская а тут и вот уже не помню это не помню давайте посмотрим что там дула не так а венеция фонтан на 10 часов 18 декабря венеция фонтан 10 часов фонтан венеция 18-го так венеция 10 часов фонтана 18 с кем-то 18 декабря лата на 18 еще раз еще раз точно 18 хорошо может что пускаю стрель фонтан но венеция венеция где когда назначена ну вот время 2200 10 вечера понял так поговорить с доктором константином серьезно я-то думал уже все на этом фильм как-то из как бы и закончился и конечно не буду рассказывать что там фильме как и закончилась думаю вы сами посмотрите чтоб не спойлерить вам но на этом моменте все и закончилось так надея доктор константин тут закрыта ладно у меня нет он это времени так что они подумают все странно у нас нету на это времени хорошо как обычно к по ресторане где-то сидит до закрыта здесь никого нету уже никого ладно пойдем вагон ресторан давай пойдем вагон ресторан посмотрим на вот он минутку доктора вы приняли надлежащие мере относительно тела речета до его заберут итальянские власти когда мы прибудем венецию привезу проведу вскрытие тем не менее странно да поскольку поезд французские обе стороны имеют здесь сомнительную шоссе там когда свяжут уже на месте они согласились поддержать ваше расследование пока мы не приедем в париж до нашего прибытия туда купе речета будет опечатано все кто участвует в сговоре имеют право до тех пор покинуть поезд значит благодаря вам я стал канатом которые перетягивают власти двух сторон о я думал вы захотите взглянуть это дело и не странно что мы продолжаем ехать в этом поезде успокойтесь доктор и они первый раз оказываются на три события честно говоря я рад возможности довести это дело до конца она быстро стало одним из самых сложных дел за мою карьеру все порядке предложить так ну что вдруг мой бог как продвигается наше путешествие на пути к венеции все пожары заперты свои купе распоряжение властей я наблюдая за ними когда они выходят размять ноги капитан позади вас вижу вас прекрасно водите ситуации так предложить приездку венецию сможете спрошу от меня венецию для расследования для меня большая честь что вы просите об этом и друг я бы с удовольствием мне нужно держать руки на пульсе здесь должен везти что никто не сойдет с поезда а тела речи ты перевезут хорошо а с тобой доктор не могли бы мы помочь мне в расследовании венеции боюсь что нет но нет так нет все не надо мне объяснять хорошо может ты мне поможешь так и не собираюсь просить убийцу помогать да окей так предложить поездку венеции мадмазилок вы отличный полицейский не остались ли вы соображать меня в венеции пока расследую там дела речи то сколько всего еще нужно выяснить я конечно работать с вами большая честь я так рада что вы мне доверяете что вы думаете делать записывать книжка речи то была пометка у него была назначена встреча с кем с кем-то чьи инициалы а вы не должны быть встретиться в 10 часов фонтана де канели мне нужно выяснить с кем по какому вопросу речи собрался встретиться но вы уже раскрыли 12 заговорщиков почему эта встреча для вас так важна к сожалению дело еще не закончено доктор к стенам тоже на теле 13 ножевую рану кто-то мог ударить дважды рано не со другим более тонким лезвием чего бы кому-то из них использовать два ножа так всему вину и желание признаться о том что убийца что-то там да уже признали 30 если уже признание есть не слишком это уже странно дело не будет закрыто пока вы не не получим все ответы на все наши вопросы как никто должен понимать это вы правда я понимаю помогу вам ладрю вместе мы сможем докопаться до истины мы приезжаем через пару часов советую отдохнуть и хорошо спала прошлой ночью отлично тогда будьте готовы когда прибудем в венецию нам приезти драза еще одну загадку тоже третий причал гандольеров все нет на то не гандольеры правильно сейчас карнавал не вознуждено найти гандольера чтобы переплыть они все заняты самая дороская что фонтан недалеко до айси я вижу гандольера вон там ладно это еще даже не финал ребят я честно в шоке мы друзьями надеваем маски на каждый карнавал как раз теряем друг друга так гандольера видишь да вот дон где стали библиотека и давай с ноги его в спину нет это не гандольер верненькая синьори сквозе анкором дуалта глянта канале простите не ру по-итальянски сквозе блин какой же прикольный итальянский язык особенно когда они ссорятся и ругается так где этот гандольер так случайно не ты нет не с тобой уже разговаривали что мне нужно сделать верным и слегка справитесь с этой задачей челлендж так на чего здесь спокойно и мирно алё алё лё и нет help так ну там еще есть кто-то ну и посмотрим или к тебе я уже подходил так она ты явно не гандольер ты тоже так стопы спасибо спасибо пожалуйста так а можно проехать так миссия здравствуйте перевести нас через канал пожалуйста вниз по каналу комитет сюда есть мост но пожалуйста судя по карте фонтана для коней буквально напротив на другой стороне нет я габриэль я не могу вам помочь мне жаль но я опаздываю на встречу в десять если я придется пройти этот километр и почему откатся привести нас он выглядит расстроенным нужно потас и выяснить причину да достань ствол просто приставки в голове и поплыли алё если дело в платье я уверена что мы сможем договориться деньги деньги мне сейчас не не помогут дело не дивам чем же туда красавица киара прекрасное имя для прекрасной гондолы ну на согласен так цветочки какая жалость гуляки растоптали такой красивый букет главное чтобы на утро потом у тебя букета не было проблема гондольера ему надоель 300 и он поссорился со своей девушкой так яра обрела монолиза киара так идем мне жаль что вы поссорились киарой что как вы узнали адактив хотела бы помочь если смогу здесь запасное обручальное кольцо дактив я бы забрал его а понятно вот потеряли обручальное кольцо которые хотели преподнести потерял куда хуже я вышел на ловк канал и горка сожалею об этом у меня теперь не девушки не кольца так ныряй косой а ты плавать умеешь рыбы ловлю в проруби а если мы дим кольцо может быть аналер привезет нас на другой берег вы правы у нас мало времени я помогу вам а каким образом если он его выбросил воду и ты щас будешь нырять в воду может и уже просто переплывешь так пойдем а мы сейчас на нас тащим кого-то да суки тут я понимаю вот это фуаро это красавчик что ты хочешь поймать птицу да ныряй а вот во я знаю мы сейчас клапки кицы привяжем веревку просим ее в воду да она будет его ловить нет я я не знаю кого это обрадует так не нужна банка из-под газировки да ладно нормально баночка мили слишком много пластиковых бутылок ну все так хотя не хочешь не хочешь нырнуть не помочь нам не хочешь да нырнуть понял так а где месье поару месье поару так а здесь нельзя ничего сделать нет нельзя где месье поару а вот были там здесь спокойно и мирно это так типа помогает да слышь а ты не не ты случайно это подруга которое кольцо нужно подарить алё усан помогай мне пожалуйста чем мы ходим туда-сюда так что нам не нужно делать так перебраться через канал хорошо давай используем подсказку понимаешь нужно найти кольцо то кольцо унесло и ним канализации решетки вдоль набережной понятно за ценные решетки вдоль набережной так ты хочешь обе суда до подошел прошу прощения мне кажется это ваше мама мия грати а теперь я снова забыли сердце мэй кьяры я точно знаю как не вас отблагодарить и с другом нужно попасть на другую сторону у вас очень важная встреча ахта роличий фонтан конечно я вас привезу потом позвоню кьяре надеюсь она простит меня несомненно отличный адекти влог ну и со столом приставленному голову было бы немножечко быстрее бы я так думаю ну давай быстрее этот рейн венеции просто очарователен он вам понравится я думаю мы этот быт километр будет быстрее бы прошли проплываем а можно чуточку быстрее если затруднит не могли бы у нас подождать да без проблем я позвоню кьяри отсюда к фонтану пройдите по набережной слева так пересекать и суть пересесете мост и вы на месте данная счастливый андольер доклянусь я нашел наше кольцо так налево через мост направо четвертая дверь справа по моему да если не ошибаюсь сейчас погодите секунда секунду сейчас продолжим так по моему по моему сюда вот и фонтан да сейчас 27 5 вам нужно время в нужном месте ждем появление застали меня обижать и таки блок фару не бегает принципе как и арчи я подожду сидя так как как-то как говорится как бы ярче тоже не билет так нужно найти этого человека еще так а давайте наверно мы с вами плачек поступим не будем долго тянуть при цепору за усы посмотрим подсказку так нужно вернуться к мистеру пару чтобы были со с ним открытием возможно его имя есть журнале регистрации отеля окей сейчас посмотрим даже реально это будет очень долго и нудно так регистрация это она нет это не она регистрация отеля так вывели к нибудь то мой быть нет никого так что скрывает эти маски эти костюмы то дару туру ту туру здорово а что ты делаешь это у вас назначена встреча не думаю первый раз вас вижу кажется у нас назначена встреча не думаю первый раз вас вижу здорово так давай посмотрим если никому нет помочь так я помогу сама себе что мне нужно но это же посмотрим так только одно имя соответствует и целом а в так много а в ваш а w а ази воде единственное имя которое соответствует дон тэн синтин то дон дистали библиотеки простите не рюк итальянские вы говорите по-английски конечно синие это чем могу помочь чем у меня начало встреча с одним из ваших гостей как его зовут ази и завозить из вот это у него же встреча с метром азизом в день мне подскажите зима здесь скажи ли он уехал за ты ли сегодня утром очень спешил но оставил карту а вы кто мисс мисс рэдчерд я мисс рэдчерд мистер воде попросил меня передать это сеньорам но я думаю все в порядке конечно кажется за мной следят я изменил место встречи алиса след так алиса сидела фонтана она взглянула на статуя белого кролика вдруг зверь отскочил в сторону пройдя по там показанную переволку затем по мосту алиса наткнулась на двух мужчин которые спорили доказано бириной непонятно блин а можно позвонить звонить не нужно но пожалуйста дай дзинь дзинь сделаю выйди падла пошли к повару ну что мадемуазель было ли здесь наш таинственный а вы нет мне удалось узнать его имя азиз воде забрать письмо кажется это какая-то загадка в стихах дайте к похоже рэдчерд и миссис таро воде любят эту книгу раз так часто на нее ссылаются да я думаю что мы должны искать и найти следы которые ты человек оставил чтобы рэдчерд его нашел до каждый дорогу мадемуазель лок так найдите азиза так давайте посмотрим также в открыть первая цифра написано фонтане с кроликами так последний ходится рядом с кнопочные панели на двери кота двери n28 469 нас 8 469 сейчас посмотрим 8 469 только только куда идти через мост обратно нужно идти хорошо 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 один мистер пару так на идее найти азиза так азиз изменил место встречи с речи там первая цифра написана фонтане участки 5 на побережный напротив может нам уплыть отсюда надо потому что я так и не понял если честно так один наш гандальер давай к нему не знаю ну дай пройти на пожалуйста ира можете еще раз показать как пройти слева или на месте не пропустите было это клиент успокоиться ты прощаешь меня и было сейчас нет козьё ли я тебя бросаю все так вам нужно помочь детектива похоже мастера цитируют алиса в стране чудес нет думаю это лишь лучшим писателем это загадка карта думаю мистер так иначе речь эту встречу в другом месте кролик шляпа кошка солдата дверь дверь последним обзорится двери с кодом доступа если я правильно понимаю этот код состоит из цифр котором мы найдем по путем так кролики но код мы уже зла знаем с вами единственное нужно найти где-то как его где-то дверь так место карты с солдатами похоже какая-то метафора какое место с сердца солдатами казарма блин ну не знаю давай ты пойдешь за а ты нет ты за мной не пойдешь ты вперед пойдешь да ты пойдешь вперед хорошо уж реально нам нужно уплывать отсюда а там давай попробуем на фонтане найти котика зайчика собачку первый код и посмотрим куда у нас приведет так где тут может быть написано это может быть написано цифр и так женщина увидите у меня расследование очень важное расследование здесь ничего нету блин если честно я уже рассчитывал что это уже финал игры будет закрыта реально рассчитал что это будет финал уже игры так клянусь я нашел твое кольцо от это еще мне стоишь там пока мизей еще непонятно кого и чего так дай прийти он еще подлагивает так что ребят ссоры так либо налево либо направо а вот и котик кто-то спать лег за кто-то лег спать а из крым я мороженку я не хочу блин power о помоги мне пожалуйста пора помоги мне так это не то это явно не то пусть это будет дверь пожалуйста так пароль какой там был пароль 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 28 469 хорошо так 28 469 баджур эй вы не могу пустить его бигим 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 так преследуем достань ствол и стреляй давай не понять почему такие моменты они не пользуются оружием тут буквально две секунды достать скобурой ствол и стрельнуть а дай одну патлаты какая выстрелить в него так его потеряла на куда 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 мама где-то здесь налево дай угадаем мистер повару ща будет самом конце наверно да он уже просчитал куда он бежит так папа давай молодец тупо женщина-кошка отвечаю пропустите предлагаю застрелить всех так наблюдал за мной и смеялся да дать и блок убийца скрылся я возвращаюсь но похоже он что-то ванилка до хорошей как звену сожжение чем ему помочь жертве он был уже мертв не повестил итальянские власти посмотрим что можно идти пока жду людей так а смотрите место преступления так шерту закололи ножом кажется это изъявленное оружие нашего убийцы так очередные загадки так это может быть от его квартиры хорошо так чем чемодане полно одежды явно собирался уехать из этого города наверное куда-то он же собирался выезжать так в царке паспорт мистера вадим так поищу в интернете может надо что-нибудь для подтверждения его личности так банди итальянец возраст город ли он женева швейцария не француз по моему француза так ну хорошо давай я уже хочу закончить если честно азиза воде швеция в женеве 45 азиз воде швеция в женеве 45 вот ну а че не так хорошо все мы тут закончили похоже да то ты шо сколько капусты так в этой сумме должно быть несколько десятков тысяч долларов а вот и очки да пара женских очков рэчет придумывал себе новую личность эти похожие очки помните как мы нашли в доме пропавшие возможно это не есть так что нам нужно делать че то нам нужно делать с вами так ну тут тупик тут тупик везде тупичок ладно идем понял не идем и типа че то че то че то от меня хотят может на ту сторону нужно перейти так а ты можешь бежать как этот как делает а да пистер поворош не бегает же так шо это патчпорт фальшивый паспорт с фотографией рэчета кларк рэчетт сколько еще теперь он станет энрико кальдо так похоже рэчетт менял имена как перчатки так давай смотреть а зрение позволит вам делать собственную из выкупка по делу амстерн нам в результате сделки с каиром что ж я выбираю этот путь да простите и не понимала подозревания подозревая в моем боевого не стоит извиняться мадемуазеля вы были великолепны я нашел какую информацию мистер и ввади влезли в базу фпр мне мол здесь не путила моих маленьких серых клеточек однако с помощью базы данных можно подтвердить просрежение этих банкнот это необходимость включить их когда продолжить свое расследование превосходно так что тут нужно шут мне хотят ладно ладно все отметим мысли неправильно то что туда а еще переключаться надо так шутки не хотят сушат меня хотя то где тут смотреть а н а н а 2150 вот так теперь понятно здесь нас из н а да есть думай хорошо хорошо а 2151 21 нет еще а ну вот она все мы справились и все порой эта часть выкупа по делу амстрингов скорее значит нет рыча держал их на счету так и теперь у него кончились дельни и что-то видимо не учел и надеялся что просто так есть кое-что еще чего не вышел что же он не подумал о вас для таких блок я ваше напорстве благодарю но пока что убийца на свободе однако мы продвинулись мы знаем что у мистера воде было назначена встреча с речетом у него была сумка набита деньгами и паспорту с фотографиями речетом но на новом имя что скажите о паспорте речет хотел снова исчезнуть используя черновой пришел вы лично то паспорт раскрывает лично так если мы лично это я узнал что его арестовали в армении за торговлю краденым да он должен был передать предстать перед судом и снова он сменил личность и исчез вы правы но назель он тоже сказал мне ты ему урожали такие письма с угрозным которым мы шли в ее комнате ему снова пришлось исчезнуть так брать их было слишком рисково почему убийца не взял деньги деньги так может убийца не взял деньги потому что ему помешали возможно на сумку очень не очень большая но легко бы мог с ней сбежать и думаю что его интересовали деньги если мы теми день не что-то да думаю какой-то новый мотив возможно страсть или месть я думаю мотив месть мне кажется месть очевидный мотив убийца тщательно расследил заводит в новое место встречи несмотря на все предосторожности для этого нужно было быть хватнокурным отлично мы пока не можем знать наверняка с точки зрения психологии это верное рассуждение мы догадываемся о мотиве это тот же мотив что в наших 12 потенциальных убийств в поезде но все равно не ходима выясни кто был под этой маской так тут тот же кто убил речетом убийца нанятый речетом думаю убийца речетом мотив убы и случаях месть и оба не связано с делом астроном через деньги полученные значит убийца связано с делом астроном деньги связано с делом астроном эти очки которые нашел в сумке они тоже должны иметь какое-то наношение к этому делу подождите очки кое-что мне напоминает дотарь константин сюзанна моро няня дейзи я знаю их я их видела но не пролежать что не моро няне маленькой дейзи я помню что видел их в своей спальне а в ее спальне но она исчезла во время смерти не всегда считал иначе эти очки доказать то что ее убил речет или его сообщник он забрал очки у меня всегда было и твитцер но сейчас мистер порой теперь у меня есть доказательства невиновности сюзанны согласен вот вопрос почему речет оставил себе эти очки так фальшивые улики там будущее на речь это обычно оставлял поддельные улики на месте своих преступлений чтобы подозрение упала на дрейх он сделал то же самое чтобы поставить сюзану возможно на хрень предпредележать жертве как память убийстве это поведение эти шеста нас уже об этом упинули в своем время в ходе расследования я нашла закалку дэйзи кижина речета теперь мы нашли очки сюзанны в сумме предназначены для речета две вещи двух жертв он охотник за трофеями хорошо нам удалось произойти некоторые не основные методы что теперь сумки была лишь малая часть сумма выкупа миллион долларов по делу амстернгап осталось же где-то в надежном месте а тут поссорить с вами они в женеве да где работал мистер води премьер того охране секреты речета их убил бы одно и тот же человек согласен но здесь мы больше ничего не сможем сделать только дождаться полиции нам стоит много объяснить а потом мы не можете отправимся в женеву так венец и 18 декабря на вас третий год полночь почти а вот и вы наконец я беспокоилась о вас мы только что покинули полицейский участок пришлось объяснить итальянской полиции что мы не убийцы что еще одно убийство я расскажу когда поезд тронется все пассажиры и персонал уже там да все на месте ждем только вас превосходно не будем тратить время нам придется задержаться время остановки что надолго на срок достаточно чтобы взглянуть на женский женевский банк да ты издевайся можешь уже как бы пора все и но или такие нет это сумасшествие какое-то 13 убийство речета он был самым приятным человеком да но миссии мишель вы заметил если кто-нибудь зашел попречет и вокруг с вами еще десяток человек лучше своей очереди да разве не могли не заметить убийцу без приглашения так перекур ложные показания показания пермишель я разумеется ложные он принимал актим участие в сговоре предстоит установить где он был на самом деле чтобы выяснить когда наш 13 убийца мог незаметно пробраться так убийца в поезде я думаю что да 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 он определенно вернулся в поезд откуда такая верность это очевидно но надеюсь мистер пару согласится прошу продолжить идти блок так он бежал направлении медицинской станции в позе ему будет проще всего покинуть пределы италии никто из позже члена персонала не пропал так это французский поезд убийство прожило в словении а тело жертвы находится в италии сервиской так сервис x6 там была была убийца наверно собирался минусить в поезде где можно исчезнуть несомненно такая вероятность есть у нас нет доказательств все пожары члены персонажа еще на борту если бы убийца мистера воде остался в венеции мы бы тут же заметили что кого-то не хватает связались бы с властями выбираю вас перед этим я убьюсь что все на борту спокойно спокойно нам и снова вернулись в началом моем поезде еще один убийца погоди-ка а я могу изменить свой вердик может сдать всех в полицию всех включая самих что нет нет какой кошмар давайте не будем забегать вперед друг мой начнем с того что отбросим всех участников суда надо речи там хорошо какие 12 человек сидели речи ты привели приговор так вот это он она по моему помню если честно уже нет ты точно нет да все правильно правильно да вуаля если мы отбросим 12 присяжных остается еще всем подозреваемых всем это по-прежнему слишком много соглашусь нужно сократить список простите меня нетерпимость похоже что мой прекрасный пояс проклят можете оправдать кого-то из семи так бук подозреваемый нет да приложим на стене чтобы провести меня на борт он точно не убийца нет славная работа модели лог мне подозрением исследовал убийцу месье в воде думаю нет доктор садин рассказал мне про 13 ножевую рано мне подозрением совсем изи осталось четверо подозреваемых которых я должен изучить поближе мадемуазель нильсен месье море форше и графиня андре не кто-то из моих сотрудников и трое сходили с поезда венеции чтобы пополнить запасом любой из них мог незаметно отлучиться пожалуй пожалуй что так но что же графиня андре не вы сами освободили и от подозреваем первом убийстве нам мало известно о том чем не занялась венеции следовательно нам предстоит расследовать четырех подозреваемых да а расспросить четырех подозреваемых я не могу пойти шеф видела себя что-то про мое участие в этом деле он требует объяснением если я не хочу потерять жетон нужно позвонить ему туда разумеется сделайте это простите на что вы я понимаю я буду звонить из своего купе я буду там если понадобились вам мне это совсем нравится пара есть конечно еще один поздравимый с мотивом для убийства выкуп вы имеете ввиду дырки волок тогда за кем она гналась кто убил азиза мы оба видели убийцу в маске стоящего перед телом